здравствуйте дамы и господа выбор был конечно же богатейший сегодня мы поговорим о природе хотел сначала я сделать побольше героев но все-таки решил пусть меня заплюют в комментариях и телеграме но я выберу именно пятерых своих от любимых которых героев которых я считаю самыми сильными я считаю не кто-то там не что-то там а именно я то есть это конечно же может не соответствовать вашему мнению но мы рассмотрим четко пять героев природы ближников пять героев природы дальников и на этом все комментариях ребят пишите свое мнение согласно не согласно указывайте своих героев не всегда интересно чужое мнение но не касательно именно моего мнения а касательно того как человек сам видит эту ситуацию ну и первое место к сожалению или к счастью кому-то нравится кто-то ненавидит но это масура то есть ну объективно сожалению это герой ломаный 20 некуда при атаке призывает свою копию в ряд соответственно копия сохраняет все свойства полученные от оригинала если на ней там блоки джимми если на ней божественные щиты увеличение атаки ну и там куча всего прочего все это получит копии передаст следующей копии но конечно не всегда идеально прямо в ряд встают но если встал уж 4 то все печально не бывает также имеет пробивание которое будет соответственно увеличиваться пробуждениями и прокачкой вот и при появлении союзника получает атаку больше здесь особо добавить ничего в сратый герой мною если честно не любим и даже не в том суть что она у меня там слабо прокачана еще что-то просто мне не нравится такие герои они ломают игровой процесс какой-то степени и кстати вот по поводу не предыдущего видео по поводу порядка писали мне там многие гневные комментарии что нету стрика что стрик уничтожает масуру ребят вот возьмем в принципе довольно равная прокачка первое пробуждение а но здесь вообще еще нет даже пробуждений ну не суть допустим у нее первое пробуждение будет там 50 40 здоровья 40 здоровья берем и вот стрик первое пробуждение восьмой уровень то есть он сейчас выше масуры но при этом он не убьет масуру когда вы не не убьет не хватит ему урона чтобы загасить даже вот такую массу чтобы стрик начал нормально играть соответственно мы его пробуждаем пробуждаем второй раз гоним там на одиннадцатый там допустим уровень и вот после этого он начнет уже что-то показывать то есть поэтому ну стрик вы поймите меня правильно стрик великолепный герой но вот именно в таком соотношении он не убьет масуру при этом он прокачан выше масуры и это грустно на самом деле деваться тут нету вот итак первое место это масура не очень далеко от нее скажем так на пару пунктиков я бы поставил крапа это отличный герой именно в плане и баланса и всего герой хорош то есть при смерти врага кроме зданий это важно крадет у врагов атаку дополнительную атаку имеет и при атаке наносит урон равный своей атаке всем врагам заценивать чистить полностью колонку почему это важно потому что многие выставляют скрапа видел не раз уже против здания то есть он сносит здание но соответственно после этого он атаку не крадет потому что он снес здание но не тронул никого из героев допустим за зданием никого нету зачем его туда ставить ну понятно что там искусственный интеллект все дела и все прочее отличный герой могу всем принципе порекомендовать то есть да на начальных уровнях он конечно будет не так силен но при этом и все его умения сохраняются просто он будет красть меньше атаки атак доп атака и пронесение урода по колонке все остается третье место оно же ну грубо говоря второе это селки при атаке по вражескому варлорду наносит определенный урон случайному врагу при появлении врага накладывать токсин он будет увеличиваться при прокачке на двух случайных врагов кроме зданий ну соответственно у зданий нет атаки какой туда может быть токсин то есть учитывайте это что если у вас стоит допустим здание и два врага то при выходе любого другого врага именно эти два врага и получат здание соответственно пролетает мимо при смерти любого героя кроме зданий получает регенерацию регенерация это у нас герой с регенерацией восстанавливает себе здоровье каждый ход и не может быть восстановлено больше максимума то есть будет сама себя хилить герой вполне самодостаточный неплохим количеством здоровья может и потанчить и по варлорду когда бьет и снести нужного героя но там уже в лотерея соответственно так мы обсудили трех героев осталось два места и еще немало героев и вот здесь уже вставал вопрос опять же можете кидаться на меня тапками но на четвертое место я поставил данди крока убивает врагов с здоровьем меньше 25 процентов и получает здоровье равное атаки цель было у меня пару раз убей убил драгару и соответственно здоровье там было под 700 при атаке крадет атаку у врагов великолепно и при атаке врага получает шипы эти шипы появляются у него после атаки каждого врага то есть проатковал первый противник шипы пришли проатаковал второй еще шипы пришли третье еще ну и так до бесконечности у меня там по моему было 120 180 шипов по моему было если не ошибаюсь то есть враг автоматически просто убивается отдали ну и пятое место я бы хотел туда впихнуть круто именно груто герой просто прекрасный то есть накладывает немоту на врагов плинии включая здания то есть он салит то же самое в ана каури те же самые башни гира теслы и прочее в конце хода получает плюс 14 и имеет блок ну плюс 14 опять же зависит от уровня вот вот такая вот пятерка получилось из двух пожалуй доб героев которых я бы хотел сюда включить но так как пятерка не стал включать это ми и это шершах ну у меня они есть на канале где мы разбирали всех героев природы то есть вот я вижу свой топ так это массура это скраб это селки это данди и это грудь опять же призываю вас напишите тех героев которых ну вы видите скажем так ну пускай в порядке возрастаний пишите в комментах всегда читаю всегда интересно ну и теперь по поводу стрелков природы на первое место я поставлю это опять же мое мнение это викса отличный герой при этом он может быть как грубо говоря самодостаточным то есть на первый ход вышел кого-то подморозил украл атаку нанес урон также ну и конечно он замечательно играет в комбинациях например с той же самой внизу морская пена также может идти паре со своей эпической копии покровителем севера то есть ставите викса на потом например покровителя севера либо вообще первого покровителя севера здесь есть простор для фантазии ну так же ее можно комбить например с той же самой его можно комбить той же самый frost просто добавив в колоду порядка то есть frost он и понесли заморозки ну можно еще и мизу с таким как раз три великолепных стрелка будет и все это будет очень здорово итак вражеский варлорд атакован замораживает случайного врага при появлении врага крадет атаку замороженных врагов у всех то есть если заморожено три врага то соответственно он украдет у них 69 атаки в общей сложности ну у каждого по 20 все это он приплюсует себе так как это кража атаки и в начале хода наносит урон равный 50 процентам атаки вражескому варлорду ну процентовка соответственно будет увеличиваться вот у меня на данный момент просто 50 процентов то есть если он украл у трех даже героев пускай 69 плюс это 60 урона пронесет варлорда но так как это опять же мужик соответственно и остро сводит все его усилия на нет но и остро надо еще дождаться а он за это время может уже таких бедно творить что дальше ехать не хотят итак второе место я отдаю драгаре это просто ультра сильный стрелок ну опять же при определенной прокачки прокачивать и по-любому надо но и так она может себя показать очень даже неплохо за счет чего за счет того что соответственно получает она атаку за каждого героя при выходе на поле в конце хода она получает плюс 50 процентов еще атаки ну и при атаке союзника дает ему и с 14 уже до плюшечка такая небольшая то есть если драгару спрятать прикрыть кем-то до урона она будет наносить просто бешеный потому что атака у нее растет просто бешеной скоростью и соответственно выглядит все это очень сильно по поводу третьего места у меня были очень большие сомнения но я все же решил остановиться на флоссе все-таки флосс сам по себе ну довольно сильный герой промилле я не могу такого тоже ничего плохого как бы сказать она тоже самодостаточный герой но все-таки я флосса вижу посильнее то есть при атаке призывает цветок людоед на соседнюю клетку так у нас цветок людоед выглядит вот так вот при атаке призывает растение на соседнюю клетку то есть вот так выглядит растение при атаке отравляет врага вот То есть за раз это, грубо говоря, три героя. Если вы его комбите с тем же самым Виксеном, если у противника прорехи есть в защите, то, соответственно, заморозка пошла и все это выглядеть будет очень симпатично. Поэтому я именно его ставлю на третье место после Виксена и Драгары. Также при атаке он отравляет всех врагов, кроме природы, на определенное количество и в конце хода получает здоровье. Эта комбится очень хорошо с той же самой мелью. Если у вас уже стоит мелья, она там кого-то потравила чуть-чуть, потом выходит флосс и, соответственно, кидает на всех отравление. Если мелья достаточно прокачана, то, соответственно, она и урон нанесет очень огромный. Так, мы рассмотрели, соответственно, Виксена, Драгару, Флосса и переходим непосредственно к Мизу, Морская Пена. В конце хода она призывает водного элементаля 12, ну, не будем учить их характеристики, это мои характеристики. В начале хода исцеляет на 11 союзников, кроме здания за каждого замороженного врага. И в начале хода убивает водного элементаля перед собой и получает атаку, равную его здоровью. То есть в моем случае это будет 25 атаки. Но учитывайте еще, что этот водный элементаль в конце хода призывает две руны с заморозки на сторону противника. Здесь этого не указано, и это на самом деле очень большое упущение со стороны панорамиков, что они вот здесь не указывают свойства водного элементаля. Вот призывает на пуле руны или героя, и все. И никак ты не посмотришь этого водного элементаля, потому что в игре его как такового нет героя. То есть если, например, вот флот призывает цветок людоед, я могу посмотреть цветок людоед. Вот он, здравствуйте. То вот с водным элементалем такая ерундистика не прокатывает. Но, знаете, что он призывает руны заморозки на поле противника. Учитывайте это, потому что в комбе с Виксеном, соответственно, опять же, если низу пойдет, то все будет очень здорово. Много заморозки, много атаки Виксену, много урона варворду. Вот, соответственно, четыре места мы рассмотрели. Ну и по поводу пятого места. В идеале, конечно, я бы поставил сюда все-таки мелью. Но тут возникает уже закономерный вопрос. Я, наверное, все-таки поставлю на пятое место именно не мелью, хотя это тоже очень сильный герой. Она тоже на отравлениях работает, и при этом урон проносит не кислый. Но в дань Худу с его ванакаури я поставлю его на пятое место. Очень сильно он поможет, в том числе и новичкам в приключениях. Очень сильно поможет. То есть многие приключения я проходил просто за счет Худу. Там пара героев танков, которые издерживали. После этого я выставлял Худу и побеждал. Вот и все. То есть в начале хода исцеляет героев ближнего боя. При появлении союзника дальнего боя, дает ему ей способность при атаке призывает Худ с шипами перед собой. Это вот опять же хорошо будет работать, например, с той же самой мельей, например. Не с низу, потому что если низу призовет Худ, она не призовет элементарь. А, например, с той же самой мельей. То есть, во-первых, шипы. Во-вторых, Худ прикроет ее. И все замечательно, она там накидывает отравления. То есть в этом плане тоже их можно комбить. Этот кустик будет давать здоровье всем вашим героям. Ну и призывает тотем. Собственно, основное, пожалуй, его умение. Это то, что он призывает ванакавури. Я его, к сожалению, вам сейчас показать не могу. Ну, где-то там наверху я сделаю просто его скриншотик. И покажу. Просто у меня его нет отдельного этого тотема. Все, я пытаюсь его достать с магазина живания, но не получается. Ну, вот такая вот петрушка. И вот за счет этого тотема, его основное умение, то есть он возвращает урон в варлорда. То есть, если атакует тотем, допустим, у меня тотем 0.78, но при этом, если его проатакует герой, допустим, у которого там 200 урона, то все эти 200 урона, соответственно, тотем на себя примет, и все эти 200 урона улетят обратно в варлорда. Вот за счет этого, собственно, тотема можно даже не худу, не обязательно худу, конечно, в приключениях. Если у вас выпал ванакавури, то вы из ванакавури спокойно справитесь. Ну вот, потому что все-таки основная фишка в приключениях это именно тотем. А тотем есть и отдельно. То есть, поэтому не обязательно прямо именно худу. Здесь в ванакавури все замечательно у вас. Пройдете большую часть приключений. Вот. В принципе, все, что касается именно, на мой взгляд, топовых героев природы. Ну и жду ваших оценок. Готов к спорам, скажем так. Буду рад любому комментарию, лайку, подписке. Ребята, я благодарю вас за то, что вы уделяете моему каналу время. Поэтому всем спасибо. Я говорю вам всем пока-пока, ребят. Пока.